бронзовым призёром новозеландцем. Ну вот, Джумантия Брайан Хансен и Джерри Свидлер Пельтс, тоже, в общем, достаточно новое лицо в американской команде. Что касается Мантии и Брайан Хансена, они нам прекрасно знакомы. Ну, такой состав с акцентом на первую половину дистанции, скажем так. Ну и против них немцы, которые как раз больше тяготеют к более длинным дистанциям. Патрик Бекерт, Морец Гайзрайтер и Куберт Хершбихлер. Ну, самый скромный, конечно, самый участник этой команды. Куберт Хершбихлер, он как раз сейчас третьим устроился. Ну, а Патрик Бекерт вчера, конечно, может быть, и определённое разочарование испытал до последнего забега. Он был лидером в протоколе на дистанции 5000 метров в группе сильнейших. И только под самый финиш в последней паре Питер Майкл превзошёл его результат всего лишь на полсекунды. А так, была возможность у Патрика Бекерта одержать первую победу. Ну, посмотрим, насколько вот это разочарование или, может быть, радость полученной серебряной медали скажется сегодня на его выступлении. Графика нам пока не отображает таких привычных секунд прохождения круга. Я ожидала, что, наверное, стартовый отрезок у сборной Германии будет один из самых медленных. Но по графике именно картинки было видно, что они не столь много проиграли американцам. По скорости, к сожалению... Может быть, американцы не очень бурно стартовали, скажем так. Вот сейчас, наконец-то, мы увидели привычные к конькобежному глазу цифры 27,4-27,5. В принципе, достаточно быстрые секунды. Ну и американцев, наверное, это один из наиболее оптимальных составов. Джо Мантия, Брайан Хэнсон, да, Брайан Хэнсон в этом сезоне как-то у нас нигде не прославился своими выступлениями. Но, тем не менее, сильный спортсмен по итогам прошлых сезонов. 27,5 очередной округ сборной Германии. 27,4 по-прежнему. На этой скорости продолжает работать сборная США. Да, и на этом этапе тоже в личных дисциплинах Брайан Хэнсон нигде не стартовал. Кейси Бутия попробовал свои силы в группе «Б» на дистанции 5000 метров. Самый возрастной за всю историю Кубка мира призер. Это звание он получил на прошлом этапе в соревнованиях в маст-старте. Но вот в группе «Б» на дистанции 5000 метров Кейси Бутия был 24-м из 29 финишеров. Здесь объективно Джо Мантия, конечно, самый сильный из американского трио. И уже там в середине дистанции он начинает немножко помогать своим товарищам по забегу. Но весь вопрос, хватит ли у него сил до конца. Потому что мы видели Кманси и сегодня в забеге на 1000 метров. Но и немцы, нельзя сказать, что Гайзрайтер так уж легко удерживает темп Патрика Беккерта. Гайзрайтеру уже достаточно давно тяжело. Он так после своей смены с небольшим расстоянием от двух участников команды садился за спину. И, соответственно, здесь тоже подразвалился. Ну и вот здесь тоже Брайан Хэнсон сейчас будет подталкивать Свайдер Пеллс. Здесь главное, чтобы тоже Джо Мантия не уехал. Ну а Гайзрайтера некому подталкивать, потому что Хуберкер Бекклер сам еле держится. Да и такую махину, как Гайзрайтер, еще пойди подтолкни. Соглашусь, да. Но немцы выигрывают в этой паре. И поровнее у них все-таки получился темп бега. Да, как мы и предполагали, американцы лидировали в первой половине забега. Но под конец, конечно, силенок не хватило. Ну, тут 3.47. Что-то такие достаточно скромные результаты. Но можно немцы и американцы не стартовали на этапе в Нагана, поэтому сложно сравнивать. Не с чем сравнивать. С этапом в Харбине результат немцев, наверное, не стоит даже сравнивать, потому что в Харбине не очень хороший был лед, поэтому не будет некорректное сравнение в любом случае. Ну, вот у остальных участников этих забегов у нас будет возможность эти сравнения проводить. Неизвестки Шиманский и Бродко стартуют у поляков Ну, и их соперниками китайцы. Лю, Талабухан и Джу. Юмин Лю, Раханбай Талабухан и Джан Фан Джу. Я по-прежнему восхищаюсь твоим китайским языком и умением все это быстро очень произнести. Я даже думаю, что ты скрываешь от всех своих способностей к этому сложному языку. Эта работа на турнирах по настольному теннису мне очень способствует. Ну, и опять же, надо сказать, что у китайцев и у мужчин тоже такая серьезная ротация. Только Джан Фан Джу выступал на предыдущих этапах. Юмин Лю и Раханбай Талабухан в этом сезоне дебютируют в составе китайской сборной, опять же, эксперименты, эксперименты. Все ребята достаточно молоды в китайской сборной. 19, 20, 23 года. Так что это тоже команда, которая готовится, можно сказать, даже с прицелом не на корейскую, а на пекинскую Олимпиаду 22 года. Ну, и здесь очень интересно будет за сборной Польши, в том числе понаблюдать, потому что сильный состав, максимально сильный из возможных. Олимпийский чемпион Збигнев Бродко, Конрад Недвецкий, возрастной спортсмен, но продолжающий весьма активно выступать на всех крупных турнирах. Да, ну и у всех троих есть опыт выступления в многоборье, и на длинных дистанциях, ну, может быть, у Бродки он наименьший. Ну, да, и решили, что Адриану Велготу можно спокойно остаться в запасе. Тренеры польской сборной. Ну, пока поляки 93 сотые секунды выигрывают по графику бега сборной Германии. Уверенно лидируют в этом забеге. Да, и проблем пока никаких не испытывают, но стоит, конечно, помнить о том, что польская мужская сборная, бронзовый призер прошлого розыгрыша Кубка Мира, и на самом деле серебряную медаль в этом виде они упустили только на последнем этапе норвежцы. Их превзошли, но норвежцы выступали ярче, все три раза из четырех финишеров вторыми вслед за голландцами. Ну, просто другое дело, что нулевая отметка, оценка была у норвежцев на первом этапе, где они в Калгаре не стартовали. А вот поляки все четыре этапа прошли, но два раза были на бронзовой ступени педестала почета, в итоге на одну очко от норвежцев, отстали. Небольшой там сбой был у Шуманского, но стоял он на ногах. Продолжают достаточно уверенно поляки идти по ходу дистанции, все круги пока по 27 секунд. Достаточно ровный график бега показывает. Вот сейчас тот самый, да, редко встречающийся, честно говоря, в командных гонках преследование момент, когда спортсмены одной команды догоняют и уже видят на одной прямой соперников по забегу. Это, конечно, сейчас, ну, определенное преимущество даст полякам. 28,1 очередной круг сборной Польши. Ну, у каждой из команд тут все-таки свои задачи. Китайцы прилежные ученики, поляки борются за награды. Поэтому, в общем, неудивительно, что так все складывается. Ну, на предыдущих этапах, правда, поляки выступали достаточно скромно, и это было удивительно. А вот здесь... Хороший результат, да, показывает. 3 минуты 45,04 секунды. И очень ровный график бега, начав, там, ну, если говорить, опять же, уже с быстрого круга, не стартового. 26,6 первый быстрый круг и 28,1 закончили эту дистанцию очень ровно. Практически большую часть дистанции в пределах 27 секунд провели спортсмены. Так что это серьезный результат, который... Ну, правда, в Наган этого результата не хватило бы для попадания на пьедестал. На одну сотую новозеландцы были быстрее в Наганах. 45,03 там было. Поэтому, в общем, так пока не будем слишком уж радужно оценивать перспективы польской команды. Для попадания на пьедестал 10-ми и 9-ми до этого были поляки. Ну, вот голландская команда в составе Тедьяна Блумена, Джордана Белкаса и Дэнни Моррисона. Блумен и Моррисон сейчас уже в кадре. Ну, и вот выходит на старт российская сборная. Сергей Трофимов, Сергей Грисцов и Даниил Синицын. Ну, мы уже говорили о том, что Даниил накануне достаточно уверенно выступил в дивизионе Бена. Дистанции 5000 метров проиграл только четырем голландцам и проиграл не так уж и много. Там, скажем, опытнейшему Бобу де Фрису 2 секунды он всего лишь уступил. Пятое место занял 6,25-69. Очень, кстати, и результат неплохой для Даниила. Это не рекорд его личный, естественно, но лучший результат в сезоне это однозначно. И вот такой надежности на длинной дистанции должен Даниил вот этим своим бегом придать. Ну, и оба Сергея, и Трофимов, и Грисцов также стартовали вчера на дистанции 5 километров. Их достижения были чуть скромнее, чем Синицына. 18-й и 19-й. 6,34-67 у Трофимова, 6,37-400 у Грисцова. Как любопытно, у канадцев первый круг провел Тедьян Блумен. Ну, видимо, понимают прекрасно Моррисон и Белкас, что если они поведут этот забег, они потеряют Тедьяна Блумена. Поэтому так поставили его первым на этот отрезок, чтобы ровнее, что ли, поубег. Ну, пометуя результат наших ребят в Нагана, интересно первый круг сейчас посмотреть. 26,6. Я вот только хотела сказать, ну, может быть, чуть-чуть бы поспокойнее на первых кругах, чтобы хватило на финише. Но, видимо, все-таки другая тактика. 26,6. Практически в одни секунды с польской сборной начали. Три десятые проиграли на первом круге. И одинаково и второй круг делают. Ну, главное действительно для нашей команды дотерпеть до конца. Ну, здесь 27,5. Сейчас Даниил Синицын возглавляет нашу команду. 27,5 это практически на девять десятых секунды медленнее, чем предыдущий круг. Слишком сильный перепад. Хотелось бы все-таки ровнее видеть. Сейчас посмотрим, как будет на смене Сергея Грисцова. Сергея Трофимова, он следующий должен круг вести. Дэнни Моррисон сейчас возглавляет у канадцев. Вот 6,9. Ну, вот смотри, вроде бы вот в тот момент, когда взялся вести Синицын, было бы не очень здорово. Но это, скорее, может быть, еще наследство круга Сергея Грисцова. Там смена до смены от Грисцова была. А сейчас, в общем-то, вровень идем с канадцами, у которых лидирует Дэнни Моррисон. Ну, ведет команду Дэнни Моррисон. Сейчас он сдал свою смену. Тед Ян Блумен выходит вперед. И опять, смотри, чуть-чуть, но впереди. Такие перепады, конечно, сильные, учитывая, что это очень чувствительно на этом виде программы, потому что это практически субмаксимальная скорость, которую спортсмены демонстрируют. По продолжительности отрезка дистанции, дистанция достаточно такая изматывающая. И, конечно, вот эти перепады в шесть десятых секунды, они ощутимы. Ощутимы как для того, кто является ведущим. Он сейчас 28,5. Но опять Сергей Грисов не очень удачно проводит свои смены. Вынуждены мы это констатировать. Именно в его смене скорость командная падает. И это видно, что и Трофимов, и Синицын в данном случае упираются ему в спину. Джордан Белкас принимает лидерство от Теда Яна Блумена. И много проигрываем уже и канадцам, и полякам. И опять последние круги. Сейчас, кстати, поменялись наши ребята. Синицын, выйдя на смену, посадили Грисцова. В середину. На ошибках учится, насколько это поможет. Мы не видим, к сожалению, наших ребят. Видим только их время, что проигрывают они достаточно много. И канадцам, и полякам. 3.47.19. Да, это слабее на секунду с лишним, слабее, чем было в Нагана. Ну, вот все-таки, не знаю, если смотреть на график, то мне кажется, что определенный резерв есть. И он есть прежде всего, вот начни, ну, чуть поспокойнее в начале. Если бы начать по 27 секунд, а не из 27 секунд, это позволило бы держать график на более ровном уровне. И вот эти вот скачки, которые происходили на третьем, четвертом, пятом круге, 27.5, 26.9, слишком чувствительные, слишком большая разница в кругах. И, конечно, они изматывают и спортсмены, которые выходят на смену, и тех двоих других, которые должны удержаться за лидирующим спортсменом. Ну, это, опять же, я думаю, будет разобрано нашими тренерами и учтено при следующих стартах. Ну, на самом деле, хочется посмотреть, может быть, и какие-то другие вариации именно в составе нашей мужской команды. Вильямсон, Цучи и Накамура в составе японской сборной. Ну, у японцев сегодня немало было совершений. А вот итальянцев, про итальянцев мы вообще практически не говорили. Но итальянцы все вчера бежали на дистанции 5000 метров в группе сильнейших. И помню о том, что итальянцы всего лишь в 18 сотых не дотянули до пьедестала почета на этапе Кубка Мира в Нагано. Я думаю, что сейчас итальянцы очень честолюбиво подойдут к этому забегу. Сразу взялись за лучший график. Японцы еще быстрее были. Ну, посмотрим, как это все будет дальше. Мне кажется, все-таки, если смотреть на протокол дистанции 5000 метров, Джованними там был четвертым едва на пьедестал, не взошел. Тумалера 10-й, Мальфатти 13-й, Гетто 14-й. Это все итальянцы, я подчисляю. Шейн Вильямсон 6-м был, Писоки Цучи 9-м. Да, это без учета тех голландцев, которые стартовали в связи в НИБ. Ну, и без учета тех голландцев, которые не приехали. И вместе с Бартом Свинксом. К сожалению, эта тенденция, она сохраняется, что высочайший уровень конкуренции внутри голландской команды обеспечивает даже второму составу сборной Голландии лучшие достижения, ну, по крайней мере, временные достижения, учитывая, что те спортсмены, которые участвовали вчера на дистанции 5 километров, не имели права стартовать в дивизионе А, соответственно, они с лучшим временем дня выиграли в дивизионе Б. Да, ну, а если учесть еще, что это на самом деле даже не второе получается с точки зрения олимпийских код, третий, если не четвертый состав голландцев, то вы сами понимаете, что происходит с длинными дистанциями во всем мире. Голландцы могут любым составом приезжать и выигрывать, в том числе и Олимпийские игры, и все остальное. Ну, Джованнини сейчас ведет итальянскую команду, немножечко сбавили пылы итальянцы и японцы. Сейчас уже чуть-чуть уступает лучшим графикам. Ну, они очень ровно идут. Они начали быстрее, разогнались быстрее, но и потом не стали делать тех быстрых кругов, которые мы видели, допустим, да, и у канадцев, да, и у наших ребят в начале, и у японцев. Японцы тоже быстро бежали. Ой, японцы, извините, естественно, говорю. Да, японцы сейчас, в общем, достаточно быстро бегут и уже практически вернулись в график бега канадцев. Даже уже на 8 сотых его превосходят. Ну, и итальянцы тоже, в общем-то, рядом. У Ти-5 пока у них промежуточное время, но есть резервы. Ну, такая задорная, молодая итальянская команда. Тоже все практически ровесники, 22-24 года. И, по-моему, ребята просто в кайф. Тренируются, готовятся и бьются за честь флага. Очень здорово. Японцы бегут. Ну, в общем, это тоже все обосновано их достижениями вчера на дистанции 5000 метров. Ну, и очень заметно, если присматриваться к техническому исполнению, заметна работа европейского тренера. Конечно, у японцев всегда были особенные отличия технического исполнения. И вот то, что сейчас мы видим и у девушек, и у ребят, конечно, налицо. 3.44, одна десятая секунда. Результат японцев. Они выигрывают пока что. И четвертый результат показывает сборная Италии. Ну, итальянцы пробежали в свое время тоже, что было в Нагано. Там разница в 4 соток. А вот японцы на секунду с лишним быстрее пробежали, нежели это сделали они в Нагано. И, в общем, там, по-моему, тот же самый состав был на Камору Вильям Санцуче и запасной Сейтара Ичиноя. Ичиноя. Но лидерство японцев пока не гарантирует им попадание на пьедестал в этот раз, потому что еще 4 сборные впереди, и все сборные как на подбор претенденты на медали. Ну, начнем с любопытного забега норвежцев и новозеландцев. Педерсон, Хенриксон и Лоренсон вышли на старт у норвежцев. И Райан Кей, Шейн Добин и Питер Майкл в составе новозеландцев. Новозеландцев, ну вот, исторические недели для новозеландцев. Первая медаль на этапах Кубка мира была у них, правда, в прошлом сезоне. В Мастарте Райан Кей как-то добрался до призовой позиции. Но вот в этом году, на прошлом этапе в Нагано, бронза в Мастарте, в командной гонке преследования. И вчерашняя победа Питера Майкла, еще раз повторюсь, да, конечно, можно сейчас говорить сколько угодно о том, что не было всей голландской сборной и Барта Свинкса. Ну, вспоминая пятую позицию Питера Майкла в Нагано на пятикилометровой дистанции. И, понимая, что со временем вот это отсутствие голландцев уже и не вспомнится, а исторический факт налицо. Первая победа новозеландца на этапе Кубка мира состоялась. Ну, я рискну предположить, что все три занимающихся в Новой Зеландии конькобежным спортом сейчас, именно они представлены здесь. Я не видел, честно говоря, среди юниоров. Ну, там надо посмотреть протоколы не конькобежные, а там надо посмотреть протоколы роликобежные. Потому что тот же Питер Майкл, третий год всего лишь, третий сезон выступает в обычных конькобежных соревнованиях. И продолжает, кстати, совмещать это все с роликовыми коньками. Этим летом в Китае на чемпионате мира он седьмую свою золотую награду чемпионатов мира добыл именно в роликовых коньках в забеге на 15 километров. Поэтому ему 5 километров на обычных коньках – это только разогреться. Ну, это да, то, что мы не перестаем отмечать, что, конечно, спортсмены из роликобежного спорта, наверное, дадут фору чистым конькобежцам, назовем это так, в плане специальной выносливости, потому что, конечно, на роликах кататься намного сложнее. Да, при том, что там же Мастарт на 15 километров был на чемпионате мира, и у колумбийца буквально какие-то сотые броском ноги на финише выиграл Питер Майкл. Разница, по-моему, в несколько тысячных секунды на финише 15-километровой дистанции. Можете себе представить. Бежать 15 километров, а потом на финише выдать еще спринтерский рывок. Это еще пока колумбийские роликобежцы только-только начали открывать для себя конькобежный спорт. Поэтому нас, в принципе, я думаю, в неналеком будущем ждет достаточно большое представительство латиноамериканцев в нашей конькобежной программе. Да, которые очень активны на роликах. Ну, что, вернемся на лед. Все-таки, да, новозеландцы пока лидируют в этом забеге, но морвежцы, в общем-то, где-то рядом. Правда, предполагать, что новозеландцы сбавят скорость на последних кругах, наверное, не приходится. Все трое специалисты именно стаерского бега. Интересно, Райан Кейк, который, мне казалось, так немножко даже подоставал. Сейчас он Шейна Даббина немножко подталкивает, который находится на второй позиции. Ну, да, в кармашки так его посадили, чтобы не потерять. Ну, а норвежцев, естественно, большая часть бремени лидерства падает на плечи, такие, в общем, не самые богатырские плечи Свера Лунде Петерсена. Ну, и, соответственно, Хенриксон и Гурссон. Оп, сбой какой у Даббина. И Кейт там сразу из-за того, что он на последних кругах начинает помогать своему партнеру по команде и тоже сам теряет равновесие. Лишь, конечно, Петер Майкл, который сейчас в наилучшей форме находится, сохраняет силы. И, как он видит, что подотстали от него товарищи по команде, но уже здесь было поздно что-либо предпринимать. Ну, да, в итоге норвежцы выиграли, но у всех такой, получается, средний результат 45-28 и 47-06. Обе команды быстрее. Российская сборная у нас 47-19. К сожалению, ну, до 5-ти каких-то сотых, будем сожалеть, может быть, даже эти сотые потом повлияют на квалификацию для чемпионата мира. Ну, сборную Японии можно поздравить уже в призах. Слышдая, что они завоевали как минимум одну из медалей. Ну, и учитывая, что очень слаженно отработали, то, конечно, этот результат посмотрим, кто будет сильнее. Еще одни азиаты. Сборная Кореи, которая будет стартовать со сборной Голландии в финальном забеге. Ну, и вот новая, абсолютно новая командная гонка, представители командной гонки сборной Нидерландов. Ян Блокхайсен. Хулверф и Адриан Стройтинга. Ну, что касается Эверте Хулверфа, он вчера был вторым на 5 километрах. Ну, и что касается корейцев, то, естественно, Сён Хун Ли, лидер этой сборной, вместе с ним, Хюн Джун Джу и Мин Сук Ким. Стартуют, ну, опять же, здесь как коренные и престижные, да, как в русской тройке. Сён Хун Ли, естественно, лидер. Ну, а Хюн Джун Джу и Мин Сук Ким, они ему в помощнике. Ну, голландцам будет сложно, как мне кажется, учитывая, что лишь, наверное, Ян Блокхайсен может похвастаться такой достаточно богатой историей участия в командных гонках. И он всё-таки является больше специалистом и средних дистанций в том числе, и хорошим многоборцем. Ещё совсем недавно был таким, уверенно, вторым номером вслед за Свеном Крамером на многоборских соревнованиях. Так как два других представителя Нидерландов, чистые стайры, марафонцы, которые просто на таких сверхбыстрых секундах редко когда бегают. Ну да, при том, что, в общем-то, ещё из разных поколений, если стройкинги 35, то Эверто Холферфу 21. И пока у Холферфа первый опыт его вообще участия вот на таких международных соревнованиях, до этого только в Голландии у него целый список выигранных различных марафонов. Ну, с ареной стройкингом, стройкинги они хорошо знакомы, они вместе тренируются, поэтому, в общем, как раз стройкинги. Стройкинг, да, лидирует, и тут стиль его катаний, бега сейчас по дистанции, конечно, приходится Яна Блокхайса, ну, ловить его по прямой. Ну, этот стиль бега очень хорош для марафонских забегов, никто тебя не обгонит, когда ты так широко бежишь, никто не обидит, не рискнёт попасть под горячую руку или ногу. Корейцы бегут гораздо стройнее, и поэтому лидируют в этом зайбеге, по крайней мере. Ну, посмотрим, может быть, азиатские дни продолжатся. Правда, и у корейцев немножко упала скорость. 27,3, 27,6, 27,3 был круг очередной у голландца. Сейчас Красаверт Холверф лидирует у голландцев. Ой, и падает. Ну, вот практически на том же месте, что и канатка упала. Да, да, очень, ну, обидно. На самом деле, было интересно и любопытно, как бы пробежала такая экспериментальная голландская команда, составленная в большинстве своём из марафонцев. Жалко. Что ж, посмотрим тогда за корейцами. Они являются одной из сильнейших команд в командных гонках и заочно сейчас будут пытаться вклиниться в борьбу. Пока у нас лидирует сборная Японии. 27,7 очередной круг сборной Кореи. Пока это пятый скользящий график. На третью строчку после прохождения очередной отметки перемещаются корейцы. Голландцы молодцы, всё-таки собрались и продолжают дистанцию. 27,9 очередной круг сборной Кореи. Ну, голландцам, в общем, надо как-то немножечко хотя бы ренаме своё поддержать. Хотя высокий результат показать будет сложно, но там каких-нибудь китайцев с американцами превзойти, почему бы и нет. Хотя там достаточно плотно всё. Вот Новая Зеландия 47,06, Россия 47,19. Но 45,10 секунду ровно корейцы проигрывают японцам. Дни японской кухни в Астане продолжаются. Конькобежной кухни. Конькобежной кухни, да. Нет, ну, голландцы, да, слишком долго они собирались бежать. Мне кажется, сегодняшнюю тройку призёров командной гонки преследования мужчин не угадал бы никто. Да, соглашусь. Ну, канадцев, корейцев и канадцев можно было себе представить по прежним хотя бы заслугам. Ну, японцы, кстати, тоже бывали на пьедестале почётно. Да, ну, голландцы, так, честь флага не очень защитили. Они последние, 12-й, это сюрприз. Ну, и российская сборная 8-я таким образом получается. Корейцы, а, ну, да, они проиграли секунду с лишним японцам. Да, секунду ровную, 45-10. Они четвёртые, они запьи делами приелистала почётно. Япония, Канада, Польша. Ну, в общем, предыдущие-то забеги корейцы тоже так в этой гонке проводили, добирая на последних кругах тех, кто не очень здорово заканчивал. Вот здесь не получилось так добрать. У самих немножечко скорость упала, там, последний круг 28,3. Две десятых секунды тем же полякам они проиграли на последнем круге. Ну, и Сен-Хун-Ли ведь сейчас тоже не в блестящей форме лидера команды, поэтому, ведь, абсолютно, абсолютно на ровном месте падает. Да, недостаточно глубоко поставил ногу правую. Учёл, что соскользнул конёк сразу. Скорость высокая. Но, опять же, мне кажется, вот именно причина того, что на таких скоростях они редко когда бегают в марафонах, поэтому, конечно, держать скорость 27 секунд – это тоже должен быть определённый опыт, определённая подготовка и, в том числе, техническое исполнение. Ну, для Хулгерфа, в общем, серьёзный такой урок.